В экспозиции представлено 34 работы, относящихся в том числе и к реликтовому стилю, в котором автор работает последние десятилетия. В целом же отмечает Виталий Окунь, картину он подбирал, учитывая место проведения выставки. В Сочинском художественном музее художник решил показать графические листы в своей любимой технике литографии. Здесь иллюстрации как 80-х годов, так и русской классики и даже таинственной истории. Начиная с 99-го года я для себя открыл так называемый реликтовый стиль. Это петроглифы и наскальные рисунки наших пропредков, которые меня заинтриговали и дали толчок для нового витка в творчестве. В работах Окуня можно увидеть войну, украшение диких лошадей, попытку взлететь и даже побег с покаянием. После переезда в Сочи родились и новые живописные картины с южным акцентом Мацеста и лопнувших гранат. Но все же живопись у автора не в приоритете. Я не хочу повторяться, поэтому я ищу свой остров, хоть маленький, но свой. Надо искать в искусстве свои всегда пути неповторимые. Камень отдает много. То есть рисунок на бумаге или на камне – это совершенно разное состояние. Разное состояние даже физическое, физиологическое. Ты чувствуешь его, ты на нем изображаешь, потом с него спечатаешь этот рисунок. Поэтому я взял вот эти вот литографские листы и стал делать еще контр-лев, чем я занимаюсь. Он дает объем и передает какую-то фактуру камня. И я полюбил его. Почему полюбил? Да полюбил. Люблю литографию. Переезд Виталия Окуня в Сочи местные художники восприняли с радостью. Теперь известный автор своими новыми работами прославит и Южную столицу. Когда в городе появляется новый художник, новый автор – это всегда хорошо для города, для любого города. Когда расширяется палитра участников выставочной деятельности, это всегда плюс для города, для людей, которые живут в этом городе. Каждый художник имеет свои характеристики творческие. Он не похож на любого другого рядом стоящего. В этом и смысл, что каждый художник приносит свое мироощущение, свое понимание красоты этого мира. Эти картины – одна сотая всех работ художника. У Окуня их тысячи. Сотни находятся в музеях страны и в частных коллекциях по всему миру.